Вы можете смоделировать ситуацию, что будет происходить в Беларуси, если Лукашенко не будет? Ну, смотрите, если мы рассматриваем сценарий, что он просто уходит в мир иной по обычному состоянию здоровья, то здесь, если трактовка проходит как обычный уход, то в должность вступает председатель Совета Республики Наталья Качанова, которая представителем является тоже русского мира. Лукашенко, ее уже там, не знаю, как там, покрестили или что, вместе с Матвиенко, вы помните, она была в Москве, ей даже Матвиенко подарила портрет Натальи Качановой, они вместе сходили в монастырь, она встретилась уже с Лавровым и так далее, и так далее. Но если же это происходит насильственным образом, то Лукашенко, как мы знаем, в 2021 году фейково рассказав историю о том, что в каких-то погребах в Гомельской области сидели террористы, которые хотели то ли его убить, то ли его детей, он принял декрет. И вот если мы посмотрим, начнем разбираться, я вот сам юрист и попытался разобраться, и в Конституции, якобы Конституции, потому что понятно, что это Лукашенко ее написал под себя, сам проголосовал и ее принял, мы ее не рассматриваем как Конституции. И декрет, который он подписал в 2021 году, то тут немножко, конечно, такое хитросплетение. С одной стороны, главой государства становится председатель Совета Республики, то бишь сегодня Качанова. С другой стороны, все решения, которые принимаются в государстве, в том числе связаны с объявлением чрезвычайного положения в случае смерти насильственной, а насильственной смертью можно все что угодно протрактовать. Вот, например, умирает, и говорят, его отравили, значит насильственная смерть, правильно? Значит, это было воздействие третьего лица. Поэтому объявляется чрезвычайное положение, объявляет его Совет Безопасности, запрещаются там забастовки, вводится комендантский час, назначение всех должностей в стране Совет Безопасности. Кто не исполняет поручение Совета Безопасности, освобождает Совет Безопасности. То есть это уже становится коллегиальный орган, это уже не единоличное решение, как сегодня, например, у Лукашенко. Но, если мы посмотрим на состав этого коллегиального органа, мы тоже попытались разобраться. У них есть в этом Совете Безопасности постоянные и непостоянные члены, вернее, постоянные члены, члены по должности. Это, знаете, как Политбюро, помните? Постоянный член Политбюро и кандидат в члены Политбюро, да? Так вот, но при этом непонятно, как они голосуют, потому что никто ж никогда не видел протоколов решений Советов Безопасности, где было подписано столько-то голосов за, столько-то против, потому что я уверен, что там голосования не бывает. Поэтому, как это будет работать, никто не знает. И вот тут очень важный нюанс. Есть Качанова, которая формально может стать главой государства. Есть Вольфович, который является государственным секретарем Совета Безопасности, то есть фактически таким исполнительным главным лицом в Совете Безопасности, генерал. И мы смотрим на состав постоянных членов Совета Безопасности и тех, кто по должности. И как там крути, не крути, ну примерно половина, большинство, это все с генеральскими погонами. То есть это силовики. На кого будут ставить в этой ситуации силовики? Я предполагаю, что они будут ставить на Вольфовича, на генерала, потому что у всех у них в крови руки, они совершили преступление, и они будут рассматривать эту ситуацию с точки зрения сохранения себя, своей жизни, для того, чтобы как-то дальше выкрутиться из этой ситуации. Может, на кого поставит Кремль? И вот здесь вопрос. Кремль фактически играет на две персоны. Он играет и на Качанову, он играет и на Вольфовича. Потому что Вольфович, мы знаем, закончил Московское высшее командное училище, Кремлевку так называемую. Он закончил Академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Его первый заместитель, генерал Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности, закончил также Академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Понятно, что тот же Вольфович, у нас были сведения, что еще до войны он регулярно с вести своей женой ездил в Москву. К кому? К своим друзьям, генералам, в Генеральный штаб, ФСБ. Он постоянно дает отчеты в секретариат Совета Безопасности Российской Федерации. Там еженедельно, ежедневно, но это постоянная линия коммуникации, которая присутствует. То есть это человек, который фактически ставленник Кремля внутри системы Лукашенко. И кому будет доверять Кремль? В большей степени и ему. Может ли бы здесь договоренность, что Качанова, которая формально является главой, но реально руководит Вольфович, может быть и такой сценарий. Но точно какая-то борьба может произойти внутри системы. Вопрос к нам. Мы с этим согласимся или нет? И вот для нас фактор ухода Лукашенко это триггер. Потому что белорусы в абсолютной большинстве своем ждут этого момента с нетерпением. И спровоцирует ли этот момент массовый выход людей на улицу? Потому что только массовый выход людей на улицу в этой конкретной ситуации даст нам возможность изменить политическую ситуацию в стране. В каком состоянии будут российские вооруженные силы? Будет ли это этап завершения освобождения территории Украины в СССР? Выход на государственные границы? Будет ли деструктивная ситуация или разрушительная ситуация внутри системы в Москве? То есть очень много появляется факторов. Но в любом случае главным фактором это белорусы. Потому что только белорусы могут сражаться и бороться за свою независимость и суверенитет. Субтитры создавал DimaTorzok